Всем привет! С вами Наташа, и в этом видео я покажу подарки на день рождения. У меня недавно был день рождения, и я в первую очередь хочу поблагодарить вас за поздравление, которое я получила в Инстаграме и на Ютубе. Огромное вам спасибо! И давайте посмотрим, какие подарки мне подарили друзья и родные. Самый главный подарок от Руслана я обязательно покажу в этом видео. Он огромный, и я уже выложила небольшой спойлер в сторис Инстаграм, и никто не отгадал, что это. Но скоро вы все узнаете. Ну а начну я с подарка от моей мамочки. И я думаю, многие из вас уже узнали этот пакетик и этот звон, потому что это бренд Tools, и у них очень классные упаковки с бубенчиками. У нас есть что-то вроде мини-традиции, что мама каждый год дарит мне милую открытку, которая адресована дочке, доченьке. Сколько бы мне лет не исполнялось, я всегда для нее маленькая дочурка. Внутри две коробочки, одна побольше, другая поменьше. Начнем с той, что поменьше. Вообще я начала с украшений, потому что я хочу их надеть и уже продолжать сниматься в украшениях, красивенько. И это вот такие очаровательные сережки. Очень нежные и необычные. Они состоят из трех частей. То есть их можно носить как гвоздики, либо с декоративным элементом, в котором мы видим силуэты различные. И в том числе силуэт мишки Tools. Я считаю, что если уж покупать украшения Tools, то именно с изображением мишки их символа. Потому что все остальные украшения непонятно какого бренда. Они могут быть и из другой ювелирки. А когда есть мишка, то сразу понятно, что это Tools. И мне он очень нравится. Кстати, если обратить внимание, даже замочек здесь с изображением мишки. И второе украшение это браслет, состоящий из множества мишек Tools. Он классно сочетается с сережками, потому что там похожий силуэт мишки. И очень мне нравится то, что он такой объемный и красиво переливается на свету. Следующий подарок немножко связан с Новым годом, потому что это подарок от Тайного Санты. Мы с другими коллекционерами кукол договорились подарить себе тайные подарки. И сегодня мне пришел подарок от моего Тайного Санты по имени Настя. То есть Санта был рассекречен, когда я получила посылку. И внутри была огромная шоколадка Милка, причем новогодняя. Смотрите, здесь и шоколад сложен в форме елочки, и салюты повсюду. Коровки празднуют Новый год. Ну а главный подарок это кукла Барби. Причем это кукла Барби 1999 года. И называется она Лето в Риме. То есть это кукла Барби 90-х, но не игровая, а коллекционная. Я ее ранее никогда не видела, и она очень стильная. И этот подарок был на Новый год, но я воспринимаю это и как подарок на день рождения, потому что у меня день рождения перед Новым годом. И он всегда пропитан особенной атмосферой праздника. И, кстати, если у вас еще нет новогоднего настроения, то посмотрите шоу Елки-маталки. Это шоу о новогодних путешествиях. Мы с Русланом посмотрели, и нам очень понравилось. Все вы знаете, что мы с Русланом тоже очень любим путешествовать. И, кстати, однажды перед Новым годом мы были в Германии. Ну и как водится, перед Новым годом есть традиция ходить в баню. Мы купили билеты и совсем забыли, что в Германии принято ходить в баню голышом. Полностью голым, и иначе просто не допустят. Но, как я уже сказала, билет был уже куплен, поэтому пришлось пойти. Кстати, интересный факт. На канале выходили влоги из этой поездки. И теперь вы знаете секретик, который остался за кадром. Ну а в шоу Тимур Родригес и Эд Мацаберидзе побывают в Австрии, в Финляндии, Шотландии и в других странах. И шоу классно тем, что за 15 минут ты погружаешься в страну, узнаешь все ее секреты и, самое главное, планируешь споты для последующих новогодних путешествий. Шоу показывают в Яндекс.Эфире. Я оставлю ссылочку в описании. И помимо шоу, там еще очень крутая подборка новогодних фильмов и мультиков. Так что можно зарядиться новогодним настроением по полной. Ну а мы переходим к следующему подарочку. Следующий подарок от Дани Моряка, точнее от всей его семьи. Даня приехал ко мне из Санкт-Петербурга, поэтому здесь кружка из императорского фарфора. Точнее, это чашка. Смотрите, как красиво все упаковано. Вот такая милая чашечка. Она очень легкая, с позолотой и на блюдце, и на чашке, и на донышке тоже везде написано, что это императорский фарфор. Узоры мне тоже очень понравились, особенно их цвет. Такая стильная чашечка, и к ней в комплект, в подарке идет чай. Причем чай не обычный, а тот, который я больше всего люблю. Та-дам! Это тайский чай и чай матча. Причем это трушный чай, то есть не просто три в одном, а настоящий листовой, который нужно варить, и реально из Таиланда. Очень классный подарок, и вкусненький! Далее подарок от блогеров, и, кстати, опережая ваши вопросы, где подарок от Натали Кисель и Валеры, они подарили мне личный подарок, который я не могу вам показать, но он очень классный. А ребята MyPack подарили мне сертификат в Intimissimi. Хочу показать вам, какая у сертификата красивая упаковка. Смотрите, целая обложка с бантиком, и внутри конвертик с бантиком. Кстати, для тех, кто не знает, Intimissimi это бренд нижнего белья. И вообще, я люблю, когда мне дарят сертификаты в магазины, потому что, когда дарят деньги, это, конечно, хорошо, но обычно они куда-то уходят не на подарок для себя любимый. А здесь уже не отвертишься, уже сертификат в магазин, подарок нужно выбрать, и причем есть возможность выбрать то, что тебе больше всего понравится и подойдет. Этот подарок от Алены, и она, будучи коллекционером кукол, обычно радует меня на день рождения именно чем-то связанным с кукольным хобби. И на этот раз она сделала кастом из куклы Паула Рейна. Боже мой, как она вкусно пахнет ванилью! Причем этот запах вообще не выветривается. Это уже моя вторая кукла Паула Рейна. Первая не кастомная, но обе азиатки. Первой я хотела как раз какой-нибудь дерзкий образ, и Алена меня услышала и подарила мне новую куклу Паула Рейна именно в таком дерзком неформальном образе с татуировками. Но слишком подробно я сейчас не буду останавливаться на кукле. В ней есть всякие пасхалочки и интересные моменты, которые я лучше освещу в обзоре на канале Берс Ревью. Ну и следующий подарок снова от Дани Моряка. Этот подарок он привез из Японии. Это не то чтобы подарок на день рождения, это скорее такой гостиницы для нас с Русланом. Он даже не знает, что внутри его просто заманила необычная упаковка. И если честно, внешне и по весу это похоже на упаковку бумаги для принтера. И еще здесь вверху оригами, что меня тоже натолкнуло сначала на мысль, что внутри просто бумага какая-то. Но потом я увидела огромную надпись МОЧИ. Эй, МОЧИ, МОЧИ! Всем известны японские пирожные. Скорее всего, внутри именно они. Давайте раскроем эту коробку вместе с вами и посмотрим. Это огромная коробка МОЧИ. Пирожных японских. И они здесь очень разные. Здесь есть и обсыпанный кунжутом, и черным кунжутом, и разных цветов. Надо попробовать. Попробую розовенькую. Ой, она такая на ощупь мягкая, как маршмеллоу. Очень вкусная штуковина. Безумно мягкая и вкуснее, чем те, что продаются у нас. Хотя у нас тоже продаются, в принципе, привезенные из Таиланда и из Азии. Но вот эти мне больше понравились. Как вкусно! Ситуация берсик и домашние растения. На самом деле, мы с Русланом не планировали покупать комнатные растения живые, потому что у нас не очень хорошо с дисциплиной их поливания. Но моя подруга сказала, что это довольно неприхотливое растение. И, кстати, оно выглядит очень красиво. Оно выглядит как искусственное. То есть, листики все как будто покрыты силиконом. Как будто они пластиковые. В хорошем смысле этого слова. То есть, растение выглядит очень сочным, очень фактурным. И я посмотрела в интернете, оказывается, это растение называется также «долларовое дерево». Так что вот эти листики как будто зеленые бумажки долларов. Вторая подружка подарила мне коланхоэ. Это растение, которое она сама вырастила с маленького листика и поделилась со мной частью этого растения. Я пересадила, потому что, когда она везла мне свое растение в маленьком горшочке, она его 40 раз уронила. Типичная Таня. И я сейчас пересадила вот в такой голубой горшочек. Вообще, это цветок. Должен зацвести. Зацветет или нет, узнаете в сторис моего инстаграма. И еще вот такой совместный подарок от девчонок. Это увлажнитель воздуха. И когда включаешь его в розетку, он подсвечивается. Создается эффект мини-дискотеки. Увлажнитель воздуха особенно актуален зимой, когда включают отопление, воздух сухой. В общем, тоже такой подарочек для домашнего уюта. Ну что ж, с подарочками мы, в принципе, закончили. И время переходить к основному подарку от Руслана, который, кстати, все это время стоял позади меня, прятался за шариками. И давайте уже узнаем, что такое большое и глобальное он мне подарил. И это электронное фортепиано. Я не знаю, насколько для вас это неожиданно, но эта идея пришла Руслану. И он знал, что я училась играть на фортепиано. Целых семь лет отдала обучению в музыкальной студии. Но это было очень давно, и я, честно говоря, почти все забыла. За исключением Келизы. Мне кажется, все, кто когда-то играл на фортепиано, помнят Келизы. Но мне, конечно, хотелось вернуться к игре когда-нибудь, и я надеюсь, я найду время, чтобы действительно все вспомнить. И когда мне Руслан предложил этот подарок, а он его предложил и заспойлерил, потому что все-таки это очень серьезный подарок. Это большая вещь, которую желательно выбрать вместе. И я очень вдохновилась, и я надеюсь, что я порадую вас скоро каким-нибудь прекрасным произведением, которое разучу. Почему электронное фортепиано? У меня было обычное фортепиано, мы как раз недавно его продали, за 0 рублей просто отдали, можно сказать. И оно очень громоздкое, оно было расстроенное, и мы решили взять вот такое минималистичное фортепиано, которое нельзя расстроить, в котором можно играть в наушниках и не тревожить соседей. И выглядит оно очень красиво, и у него множество функций, в которых мне предстоит разобраться. Но самая главная функция, что электронное фортепиано по звучанию очень похоже на настоящее. И сейчас будет микровыступление мое. Электронное фортепиано нужно включать, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. И еще можно регулировать звук, но чтобы это было похоже на настоящее фортепиано, звук надо на максимум. Упс, сейчас переиграю. А дальше я помню с трудом, буду вспоминать, учиться. Спасибо большое Русику за такую идею для моего подарка и за этот подарок. Мы уже купили банкетку, тоже это шло в дополнение к подарку, то есть это специальный стульчик, на котором я буду заниматься и играть. Кстати, изначально я планировала распаковать это фортепиано прям в кадре и собрать его, но когда его привезли, я поняла, что это будет слишком сложно. Плюс ко всему, молодой человек, который привез, он очень быстро справился со всем, и мы это дело доверили ему. Ставьте лайк, если вы рады, что у меня появился этот подарок и все остальные замечательные подарки от родных и друзей. Спасибо вам еще раз за поздравления. И пишите в комментариях, как вам мои подарочки. До встречи в новых видео! Все, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok